Я думаю, что санкции, конечно же, влияют на всех и каждого. Во-первых, это морально такая ситуация, когда ты понимаешь, что на тебя давят. На многих это влияет еще и потому, что, знаете, под эти санкции можно подложить повышение цен, которые ничем не обоснованы, да, и многие этим сегодня спекулируют санкциями. Поэтому жить простому человеку, и мне в том числе, стало сложнее. Я это ощущаю и на ценах, ощущаю и в ресторанах, ощущаю и в кафе, ощущаю по дефициту того или иного продукта, которого просто его раз и не стало, да. Сказать, что мне это прям сильно тяжело, нет. Сказать, что я думаю, что это только все из-за санкций, нет. Я думаю, что это спекулятивная вещь тех самых организаций, которые просто понимают, что под этот шумок можно заработать много денег, и поверьте мне, зарабатывают, и зарабатывать будут. Если бы все отнеслись к этому серьезно и честно, мы бы не так сильно бы это ощущали на себе, и не были этих скачков, потому что очень многие играли и с долларом, и с евро, и с рублем. Это спекулянты, которые зарабатывали вот в эти вот тяжелые дни скачков, огромные-огромные барыши себе. Что будет дальше с долларом? Я думаю, что у России есть сегодня в финансовых структурах грамотные люди, которые, скорее всего, выведут доллар на 50-55, евро на 57-60. И вот таким образом все это постараются держать долго и качественно. И все цены потихоньку подрастут, мы к этому привыкнем. Мировая ситуация по нефти и сланится, и все остальное. Ну, внесут свои коррективы. Дай бог, повысим на 10-12 долларов нефть. Ну, тогда станет совсем прям полегче. А может быть и Украина скоро все-таки поймет совершенно безвыходную ситуацию конфронтации с Россией. Может быть, не знаю. Но тогда и здесь еще станет немножко легче. Почему? Потому что сейчас весь мир реагирует на то, что происходит там, пытаясь тоже каким-то образом оправдать свои санкции. Но если там будет полегче, значит и с санкциями разберемся.